всем здравствуйте с вами на связи елена я приветствую вас на своем канале хочу сделать небольшой анонс теперь я не буду делать болталки в начале каждого расклада да если они будут выходить то я и теперь буду записывать отдельно они будут находиться в разделе обо мне либо мои мысли вслух как-то так называется плейлист точно не помню но в любом случае нажимайте на колокольчик если вы это еще не сделали под моим видео и тогда вы будете получать оповещение о любом моем голос о любом моем видео даже если это будет и не расклад вот такую вот информацию хотела сказать и хочу поблагодарить новых моих подписчиков за то что вы активен активничать я вижу очень много ников новых новых людей я хочу вас поприветствовать и отдельная благодарность тем кто со мной уже давно тем кто со мной с истоков самого начала мне это очень очень приятно на этой неделе мы будем я буду проводить пятничную акцию кто не знает что это такое под этим видео есть ссылка на пятничную акцию послушайте посмотрите как она работает нужна ли вам такая услуга или нет и присылайте заявку до пятницы так сегодня у нас с вами расклад будет что вам на данном этапе развития неизвестно непонятно непонятно у нас будет три позиции так камешек голубой красный зеленый 1 2 3 позиции выбирайте пожалуйста я приготовила здесь колоду метафорическую это все о нем и моя любимая колода темного света и на этих двух колодах мы с вами сделаем сегодня расклад что вам на данном этапе развития неизвестно либо непонятно да с чем вы сталкиваетесь для тех кто не подписан на меня в инстаграме но хотела бы я сделала изменения я сделала свой аккаунт закрытым причина послужило то что мне не нравится когда кто-то на меня просто подписан и неактивный да то есть не ставит лайки не комментирует никак не взаимодействует со мной вот он просто наблюдает мне это не нравится и поэтому а для того чтобы теперь подписаться на мой аккаунт если вы не подписаны обязательно условия будет ваша активность если вы не будете активничать да либо вы считаете что но вы не тот человек вам не подходит такой формат вам не нужно тогда подписываться на меня так ну колода мне кажется подготовили позиции тоже подготовили и так отодвигаем и приступаем позиция номер один голубенький камешек что вам на данном этапе развития неизвестно и непонятно так здесь вопрос удовольствие встает удовольствие наполнение эмоционального наполнения выпадает десятка кубков которая говорила бы что но в идеале все у вас должно было быть хорошо все спокойно радостно вы должны быть счастливыми но в контексте вопроса то как мы задавали да то есть что вам на данном этапе развития неизвестно либо непонятно возможно вам неизвестно либо как создать счастливую семью либо как быть счастливым семье либо здесь идет какой-то вот анализ знаете достаточно глубокий внутренний ваш по отношению тому чем вы наполнены здесь я могу сказать что вы как будто бы остановились на долгое время до закрылись отстранились от людей и анализируете ситуацию да на здесь выпадает тройка мечей что-то вас здесь не удовлетворяет есть некая такая скорбь некая разочарование достаточно сильная я пока не знаю с чем она связана но знаете в такой вот момент когда приходит понимание до некой такой вот тщетности да то ли разочарование в семье то ли разочарование в себе что вот что-то нас не удовлетворяет а вот нету полного вот это вот кубка наполненного чувствами и эмоциями чтобы мы могли как-то вот радоваться да это связано знаете каким-то образом либо с вашими способностями с творчеством с эмоциональной какой-то реализацию либо это связано непосредственно с каким-то мужчины либо с чувством с чувством любви да то есть вот ощущение что ну не то что я недолюбленный человек а вот мне как будто бы не хватает чего-то чтобы как-то вот полностью знаете раскрыться вот здесь вот ощущение того какой-то вот горечи до какой-то вот неприятный осадок а есть какая-то горечь на языке связанная с тем что ну не радует меня ничего да вот вы как-то отстранились вы закрываетесь закрываетесь вообще от мира закрываетесь от людей и есть здесь какая-то вот знаете неуверенность что ли в себе чем она связана она связана с выбором здесь я могу предположить что вы как будто бы сделали какой-то вот анализ итог да как будто бы подытожили что-то в своей жизни да то есть вот как пересмотрели не то что вы их перед вы не сделали переоценку а вы как будто бы сделали пересмотр либо какой-то одной конкретной ситуации либо одной какой-то конкретной сфере вашей жизни и вот вы не получили полного удовлетворения то что вот возможно я как-то вкладывался но не получил того результата до который бы меня удовлетворил вот чего-то еще вам не достает и здесь вы встаете перед выбором знаете есть вот желание такой да либо такое чувство когда вы себе говорите ну все хватит да то есть то что было ранее ну не получилось ну ладно начну не то чтобы сначала а вот как будто бы вы себе говорите что может у меня с голосом сегодня как будто бы вы себе говорите что теперь я буду победителем да теперь я буду управлять и жизнью ситуации так как хочу то есть ну хватит уже там подстраиваться либо что угождать либо еще ну то есть как будто бы запрещали запрещаете себе быть не собой да и у вас как будто бы появилась такая знаете такое желание очень сильное внутри реализовать идеи которые вам приходят в голову а именно идеи которые непосредственно связаны либо с вашими финансовой с финансовой стороной до его кто-то хочет реализоваться в создании себе либо просто вы хотите стоять очень хорошо и очень плотно на ногах вот даже здесь не то чтобы ощущение некой независимости а вот внутренние вот это вот чувство уверенности на здесь вы стоите перед тем что ищете ответы на свои вопросы да как как жить вот полной грудью до хочется сказать как жить вот свое удовольствие как жизнь свое наслаждение как радоваться каждому дню ну вот здесь такое при этом знаете вот у меня ощущение что вокруг вас нету тех людей с кем вы могли почувствовать вот этого душевную теплоту то ли здесь возраст людей такие ну женщины такие достаточно зрелые да то ли у вас обстановка такая либо ситуация когда я не чувствую присутствие других людей да когда бы и это это не потому что вы остались как-то одиноки да это был ваш выбор нет а здесь вот просто какая-то такая ситуация когда вы ну вот и не хочется вам быть с кем-то да не хуй ну либо вы стали более избирательными по отношению к другим людям вы хотите знаете уже как-то вот чтобы ваши планы чтобы ваши интуиция то о чем вы мечтаете да чтоб она уже реализовывалась здесь вот прям либо какие-то свои таланты вы очень хотите реализовать какие-то вот способности да вот здесь вот не важно в какой это сфере и о чем речь идет суть заключается в том что вот как бы передать вам это ощущение не то чтобы надоело все а вот здесь вот такое чувство что я уже не хочу так как было раньше я уже хочу так чтобы мне было хорошо да я уже хочу совершать какие-то действия шаги с учетом себя с учетом того что я буду опираться на какие-то свои ценности как будто бы вы наконец-таки осознали что вы хотите жить для себя вот именно в свое удовольствие может быть возраст уже позволяет когда дети выросли вы можете жить для себя может быть ситуация сейчас такая да что вот на какой-то период может кто-то здесь расстался и остался один и сейчас вот такой вот период когда можно жить ну вот для себя и вот эти вот возможности они как-то знаете вот одновременно понимание того что я могу быть вот этим вот человеком наполненным здесь у меня присутствует чувство времени как будто бы у вас появилось какое-то свободное время да и вот вы хотите реализовать его то есть использовать его с удовольствием да с какой-то пользы для себя и вот вы сейчас как раз таки выбираете то есть а как я это время могу ну вот допустим мы говорим ждем отдыха да ждем отпуска и когда наступает отпуск вот я планирую что я не буду там ничего делать буду лежать там на песочке да и наслаждаться солнцем ну то есть мечтаете о чем-то и вот здесь вот примерно что-то такое схожее то есть у вас появилось свободное время и не то чтобы вы выбираете каким хобби заняться а вы как-то знаете осознанно уже ну то есть с пониманием вы уже знаете что вы хотите как бы вы хотели это время не убить в кавычках как люди говорят когда есть свободное время и не знаю чем заняться да и сидим в соцсетях а с пользой для себя как бы его реализовать ну видимо нам вот такую предысторию рассказали карты но все-таки вопрос да что вы на данном этапе не видите ну вот кроме того что какой выбор совершить как сделать так чтобы быть наполненным что еще хотят нам сказать карты да что вы не видите ну вот здесь вот тоже карта удовольствие то есть вы не видите либо не хватает удовольствия либо понимаете то ну как это сказать то удовольствие да которое у вас то наслаждение которое присутствует вот оно как будто бы не настоящее вот как будто бы знаете это бывает такое ощущение когда ты хочешь отдохнуть и ты вроде бы ложишься и не совершаешь каких-то конкретных действий а расслабление не происходит и может пройти полчаса и час и ты встанешь и ты все равно будешь уставшим потому что мысли в голове они тебе не дают покоя вот здесь вот что-то такое то есть вроде бы вы и сказать что сильно перетруждаетесь нет но вот внутреннего удовольствие нету не внешнего а внутреннего какого-то вот ощущение что мне хорошо да его нету здесь понимаете здесь вот какой-то я же говорю в не хватает вам какой-то такой теплоты материнской когда это вот состояние когда ты в безопасности и ты по-настоящему можешь расслабиться ощущение что вот сейчас у вас ощущение того что вот только прилег и надо встать куда-то бежать и что-то делать вот вроде бы хочешь отдохнуть но надо еще что-то сделать надо что-то еще завершить нету здесь вот этого чувства обволакивающего что все спокойно то есть не переживай не волнуйся все обычно как мамы говорят в детстве своим детям я за тебя побеспокоюсь ну то есть ты спи спокойно а я вот как будто бы на страже буду до с тобой ничего не случится и вот здесь вот это вот доверие к матери она тебя расслабляет и ты действительно по-настоящему отдыхаешь и проснувшись есть вот это вот ощущение наполненности то есть восстановление энергии вот здесь ощущение будто вы не можете восстановить как-то свой ресурс еще раз скажу может быть вы отдыхаете может быть и расслабляетесь я говорю про состояние про ощущение то что у нас есть на физике да в действиях это не факт что внутреннее состояние оно будет такое же как и внешне здесь вот как будто вы хотите уйти знаете вот вы выросли и хотите уйти уже вылететь из какого-то домашнего гнезда здесь есть какие-то связи непосредственно связанные либо с родительской семьей не в прямом смысле не то что вот вы не можете съехать и жить отдельно нет а здесь какая-то связь по которой вот как будто бы идет отток энергии да как будто бы у вас забирают и вот здесь вот ощущение того что некая усталость вот что последнее время мне все сложнее и сложнее стало ощущать то ли людей стало больше и потоков стало больше то ли многие из вас уже знаете настолько проработанные и кто-то очень сильно углубляется а кто-то из новых которые пришел у них ну вот другая энергия здесь вот получается те кто со мной уже давно у вас более глубокие такие энергии вы более осознанной и вот здесь вот прям идёт знаете вот как будто бы проработка уже таких нижних слоев да таких существенных и есть люди которые только начинают да только встают на этот путь вот и здесь вот идет какой-то такой перекресток и я славлю в эту энергию и эту энергию ну так вот что же что же вам здесь еще не известно непонятно вот здесь как будто бы знаете нету ну чувство что вот вы как будто бы не выросли вы не вы не ощущаете себя зрелым человеком то ли вам не хватает вот этого знаете внимание чтобы внутренний ребенок вырос и вы захотели быть взрослым то есть как будто вы знаете еще не наигрались маленького ребенка да вы еще не дополучили внимание еще не дополучили любви к себе и до взрослого человека вы еще не доросли то есть ну не хотите да может быть кто-то не дорос а может быть тот осознанный не хочет вот здесь вот есть проскальзывают какие-то либо это незрелые моменты либо это детские какие-то травмы которые влияют вот именно на момент взросления то есть вы как будто бы не можете двигать двинуться дальше до тех пор пока не будет внутреннего удовлетворения хорошо давайте тогда спросим что вам нужно сделать да мы поняли да здесь надеюсь что вам не известно что вам не понятно да скорее всего не понятно как вот наполнится да как проработать эти детские травмы как почувствовать себя в безопасности как почувствовать себя более уверенным потому что здесь очень много незрелых энергий незрелых начинающих зарождающих может быть у вас этап сейчас такой вы начали какие-то новые действия и у вас ощущение новичка да неофита который еще ничего ну не понимает да кто-то поменял работу и ощущение того что вот я как новичок ничего не знаю на новом месте либо кто-то может быть переехал и ощущение того что нужно время на 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 то чтобы адаптироваться и мне еще не совсем комфортно такое тоже может быть а может быть кто-то из вас осознанно работает на своими детскими травмами что же вам нужно сделать какие рекомендации ну вот как раз таки появился тушь кубков который говорит о том что не хватает вам вот этой вот наполненности внутренней а она у вас уходит либо утекает из-за того что есть какая-то вот суета да либо есть какие-то нерешенные дела которые выбивают вас из баланса либо есть какие-то ситуации которые выбивают вас из баланса то есть здесь то как вы либо есть люди которые вас выбивают из этого равновесия вот вы все никак не можете как-то внутренне успокоиться да вот здесь вот именно спокойствие нужно душевное какое-то вот спокойствие какое-то вот такого вот устаканенного состояния вам не хватает и отвечая на вопрос что вам нужно сделать вам нужно вот эту вот суету убрать да понять в чем тяжесть у вас на данный момент то есть что вас отягощает что является для вас вот этим вот лишним грузом который нужно сбросить где вы взяли на себя больше чем вы можете нести где вы наложили на себя лишнего какую-то вот ответственность за кого вы берете ответственность вот как можно ее с кем-то вот поделиться здесь очень много сожалений огорчение касательно времени то ли время утекает и вот вы как-то понимаете что не успела не успел сделать что-то да это вот для людей наверное которые более взрослые и зрелые может быть есть вот это вот мысли проскальзывает что время слишком быстро стало течь и я не успеваю сделать все то что я себе допустим наметил на на жизнь и вот здесь вот есть огорчение огорчение слезы утраты возможно здесь да утрата что не успели что-то построить не успели что-то сделать может быть кто-то долгое время находится в какой-то цикличности и не может выйти из нее здесь знаете хитрость заключается либо не хитрость даже о некий такой самообман в том что вы как будто бы себе либо другим говорите либо убеждаете что вы готовы пойти в новое что вы хотите а на самом деле этого не происходит на самом деле вы ощущаете себя в неком таком тупике и знаете размышляете опять-таки повторно о каком-то выборе то есть может быть вы говорите кому-то либо себе даже что я готов готова идти в будущее я готова поменять свою жизнь как-то изменить то есть на вот меня есть ситуация и обстановка к этому располагает либо заставляет даже ощущение того что вы настолько углубились сейчас в себя в свой анализ вы хотите определиться и вот знаете внутренняя ваша борьба с самим собой она не дает вам увидеть истину она не дает вам принять какую-то очень важное решение как раз таки по поводу знаете вот именно своего ну давайте скажем предназначения по поводу именно своего дальнейшего пути в соответствии с тем что хочет ваша душа то ли здесь кто-то из вас может быть расстраивается что я не слышу себя я не слышу свой внутренний зов кто-то может говорить что я не могу раскрыть свои вот эти вот способности жить так как мне велит моя душа то ли здесь кто-то не видит этот путь нету вот этой вот путеводной звезды а кто-то просто потерял уже всевозможные надежды на новое начало кто-то уже вообще как-то знаете разочаровался и не верит что вообще что-то возможно изменить здесь очень разные состояния у разных людей так вот такая вот была первая у нас позиция надеюсь я насколько смогла раз сколько раскрыла еще раз напоминаю для тех кто новичок у меня на канале да мы не слушаем расклады ушами мы слушаем расклады сердцем мы пропускаем все что мы слышим через себя если идет какое-то сопротивление старайтесь понять чему вы сопротивляетесь да что вы отрицаете какая тень вас не дает принять ту или иную информацию с этим и нужно будет поработать и так позиция номер два красненький камешек что вам на данном этапе развития неизвестно непонятно как совершить перемены нету именно понимание я не говорю о желании да изменить измениться а я как раз таки говорю о понимании то есть вроде бы не хватает некой такой стратегии хотя вы человек достаточно прорицательный но вот здесь вот нету вы не знаете как реализовать да то что вы хотите либо вы не понимаете как можно сформулировать свои желания либо вы не понимаете свои собственные желания а что вообще вы хотите от этой жизни что вы хотите от себя других людей да то есть здесь очень такие у вас идет интеллектуальная работа хотя у двоечек у нас всегда такие люди чувствительные но сейчас у вас включилась включился интеллект идет интеллектуальная работа по поводу знаете вот хочется какой-то конкретики да уже решиться определиться и двинуться дальше да что я хочу и вот впервые у меня двойки стали погружаться в себя то есть впервые вы стали включать в себе такой знаете более аналитический склад ума да вы как будто бы стараетесь сложить все пазлы воедино чтобы увидеть картинку того что я хочу построить в своей жизни где иллюзия в которой я постоянно пребываю а где на самом деле реальность где мое а где не мое то есть вы здесь решаете какие-то вот непосредственно вопросы да причем знаете здесь сейчас на данный момент вы не действуете да сейчас вы находитесь в каком-то отдыхе но не отдых чтобы расслабиться а отдых я бы сказала такое отстранение да в неком таком медитативном состоянии когда вы вот все взвешиваете да то есть если я буду делать и поступать вот так то результатом моей работы будет вот это если я сделаю так то результатом моей работы будет вот это либо сейчас период когда вы стали получать ну как будто бы по заслуга да условно говоря по заслугам то есть что посели то и пожинаете может быть здесь для кого-то вопросы непосредственно связанные с судом да с решением боже как они называются судебными какими-то процессами может быть здесь кто-то действительно решает почему-то не кажется в языке сейчас завещание да может быть здесь неприятный да но это очень маленький процент очень точечно но все равно скажу здесь может быть была смерть близкого человека да и вот здесь вот как-то вопросы завещания да всплыли то есть какой-то некой документации подписания документов да то есть здесь может быть чисто практические моменты у вас сейчас включаются которые связаны именно с договорами да то есть что-то такое где нужно включать свой ум почему потому что еще расскажу двойки в принципе это не ваша энергия они неплохие но они не ваши здесь может быть какая-то ситуация очень важная для вас на данном этапе когда вот вам нужно все все продумать причем выстроить некую такую стратегию и действовать то что вам не свойственно не то чтобы действовать а вот продумывать вы больше интуитивно работаете вот выпадает король мечей а здесь знаете здесь действительно какая-то то чтобы судьбоносная но какая-то ситуация которую вы как-то не можете избежать вы здесь достаточно отстранены от людей не закрытые а отстранились для того чтобы как-то поразмыслить да для того чтобы принять какие-то решения здесь как будто бы решение да посвящение причем знаете как в рыцарство здесь здесь я же говорю как будто бы не то что кто-то может быть завещание получил кто-то может быть решает какие-то вопросы связанные с землей с участком кто-то с наследством но вот здесь вот как будто бы вам нужно повзрослеть и включить именно интеллект да этот путь он как раз таки мы говорим на этапе развития да у нас вопрос звучит вот это вот как раз очень важный какой-то этап вашей жизни развития и этот путь он нелегкий да вы с ним можете справиться да если вам будет сложно не бойтесь просить помощи да не бойтесь опереться на других людей да не обязательно вам решать самостоятельно есть конечно же ловушки да есть некие опасности на этом пути но ничего такого чтобы вы не смогли сделать здесь нету вот знаете вам еще хочется сказать обратить внимание на то что вам каких-то пазлов еще не хватает вот то что на чем вы над чем вы размышляете здесь будто такое состояние когда вы углубляетесь да вы как будто бы стараетесь найти причинно-следственные связи в той ситуации в которой вам нужно разобраться но есть какие-то моменты которых вы пока еще не знаете это может быть знаете с документации допустим покупаете дом и какие-то моменты да чисто юридические вам возможно незнакомые вот вы собираете документы допустим которые вас попросили вот выходите в разные организации вот вас начинает там футболе туда-сюда сходи это возьми это вот многие моменты вы не знаете то есть есть вещи которые от вас пока не скрытые вот вам это краски может быть и непонятно но во первых вы сталкиваетесь с людьми силой с людьми власти и вот это вас как-то немножечко грузи до хочется некая такой легкости может быть кто-то хочет здесь чтоб все закрылась данном поскорее закрылась завершилась эта ситуация может быть кто-то здесь действительно приобрел свою силу да как будто бы ну понял куда он сливает энергию и перекрыл эти потоки и у кого-то началась новая жизнь то есть вы собрали необходимое вам количество энергии и двигаетесь дальше да здесь знаете у меня такое ощущение что двойки взяли немножко от единичек и немножко немножко а троек здесь то есть здесь ощущение как будто бы вы поняли и осознали наконец-таки свою ценность да свою важность себя и вот вы как этот дракон охраняете вот этот вот сундук золотом до золото в данном случае это вы вы как будто бы стали понимать себя лучше да вы стали как-то более бережно что ли к себе относиться некоторые из вас научились выстраивать границы да то есть вы им что-то внутри себя химически то есть вы как-то взаимодействуете с самим собой да и это вот разгорает вас желание жить да вы ну вот здесь вот вы меняетесь да вот здесь вот ощущение того что вы как будто бы высвобождаете себя на от каких-то ков от каких-то обязанностей от каких-то сложностей здесь то есть время пришло да здесь ключевое могу сказать слово время пришло и и сейчас что-то начинает меняться и вы это кто-то из вас чувствует внутри эти перемены а кто-то уже закончил и видят эти перемены уже вовне то есть то что у него произошло внешнее пространство стало трансформироваться через ситуации да вот вы с ними сталкиваетесь что еще вы не видите вам неизвестно сейчас на своем пути ну вот наконец-таки вода пошла то я аж испугалась думала одни мечи что такое пока вы не видите куда дальше идти пока вы решаете какие-то вопросы которые связаны непосредственно с вашей семьей здесь знаете у кого-то пришло либо приходит осознание того что где-то вы запутались на своем пути да и кто-то из вас стал уже вот углубился в себя до начала разбираться и осознаете что вы можете решить любые задачи с которыми вы сталкиваетесь потому что вы держите в своих собственных руках ключи не знаете ощущение того что я сам себя запер запер в чулане и вот сейчас я просто понимаю что я так не хочу больше и у меня ключ висит на шее да и я в любой момент могу открыть замок которым сам же себя и и запер да и выйти наконец-таки на свободу потому что здесь смотрите здесь есть категория людей которые решают вот вопросы такие серьезные на завещание и так далее то что я сказала есть люди которые только научились ценить себя только научились поняли осознали кто они есть здесь есть третья категория людей которые было долгое время как-то заперти сами себя заперли теперь понимаете что нет я так не хочу открываете свои вот эти вот там барные за замки выходите и сталкиваетесь с реальностью и это вызывает у вас эмоции до некое такое непонимание что и куда вам нужно идти кто-то наоборот у кого-то человек из прошлого вернулся и вы вот все внимание сейчас на него в надежде на восстановление этих отношений до на то что вот может быть они и переродятся заново то здесь как как и как в первом варианте в первом варианте очень много разных ситуаций очень много разных энергий хорошо что же вам делать да вот со всем этим непонятным неизвестным тем что у вас происходит но во первых вам нужно просто понять что это это этап становление себя это этап узнавание себя вспоминание себя нахождение себя это этап когда вы будете независимы этап когда вы становитесь самостоятельным человеком и выпадает суд здесь кто-то делает как раз таки то что я сказала да очень глубокую переоценку ценностей кто-то работает над созданием своей семьи новой совершает какие-то шаги кто-то исцеляется да у кого-то здесь были болезни достаточно серьезные кто-то выздоравливает а перерождение если можно сказать одним словом и это перерождение становление вас да как обновление не а ну не обнуление а именно становление себя да когда вот вы можете почувствовать внутренние стержень и опору на себя да во мне на кого-то на себя у вас появилась уверенность у вас появилась вот это вот внутреннее состояние силы это у вас этап он знаете как завершение очень огромного цикла вашей жизни когда вы уже переосмыслили переосознали свой опада вынесли какие-то уроки все поняли и готовы двигаться дальше здесь была проведена очень глубокая работа но этот этап он был для вас важно причем это знаете это не одного года мне так кажется здесь очень ну точь по ощущениям очень большой такой цикл у меня идет может быть у кого-то и лет 20 12 такие цифры всплывает 27 то есть такие вот ну достаточно большие емкие циклы и вот этот вот прошлый опыт он весь этот прошлый опыт он вам был важен нужен потому что он павлили повлиял на становление вас на той кем вы стали сейчас поэтому кому что непонятно и неизвестно да по второй позиции я озвучила эти моменты но они были все направлены на то чтобы вы вот стали именно знаете знаете таким целостным человеком который четко понимает взрослым человеком который понимает что он хочет и в любой момент может пойти и это взять то есть не думает о том а как а что хотя в начале я помню я вам говорила до двоечки что у вас стоит тут этот вопрос в определении но если вы еще не стали тем человеком о ком я рассказала в конце значит это один из ваших этапов становления да то есть вы туда идете итак позиция номер три и зелененькие камешек что вам на данном этапе развития неизвестно непонятно троечки что вам неизвестно не знаете здесь вам неизвестно какое-то ваше душевное состояние вы очень долгое время ждете какой-то вот душевности что ли может быть вы разбираетесь в своей душе может быть вам кому-то из вас не хватает такого романтизма таких чувств знаете не ярких страстей а некой такой влюбленности такого знаете вот ощущение легкого бриза да легкий такой вот ветерок который колышет море так знаете как некое такое вот прикосновение да то есть не сильный ветер легкое такое вот прикосновение и вот здесь вот у вас знаете такое долгое время уже не было того чтобы кто-то прикоснулся к вашей душе не зацепил не ранил меня нет не затронула здесь вот именно легкое прикосновение да здесь троечка мне понятно так у меня сегодня все энергии перемешались значит двоечки у меня перекочевали в тройке здесь вам не хватает любви да вот какого-то некой влюбленности вот это вот знаете душевности теплоты вот какого-то прикосновения ласок здесь вот прям киноэстетика у меня работает очень четко знаете вот когда прикасаешься до какой-то части тела может быть даже вот здесь вот и лицо и у тебя мурашки идут по коже вот здесь вот каких-то таких касаний мы не говорим о любви мы не говорим о прям что-то таком ярком страстном нет а вот здесь вот так некое такое подглядывание в свою душу здесь идет а здесь очень долгое время не хватало любви не хватало такого человека с которым знаете вы могли бы пойти в развитие человек который бы зажигал знаете вот есть же выражение которое говорит о том что на три вещи можно смотреть бесконечно на воду на огонь и как работают люди да и вот вот здесь такое ощущение что вам давно не хватало такого человека на который вот знаете вот вы сидите здесь по здесь не активная позиция здесь пассивная вот вы смотрите на этого человека и любуетесь как он работает копает там дрова рубит что-то что делает руками и вас это как-то восхищает не само действие вот какие-то состояния вы испытываете да когда вот вы наблюдаете и вам это нравится я не знаю как вам объяснить словами ну вот здесь вот ключевое состояние не то что вот эти вот образы я рисую а именно состояние и вам не хватало давно такого человека который бы вас повел а знаете может быть он бы вам рассказывал не лил лапшу на уши да как водный король а именно такой активный человек который рассказывал о своих каких-то путешествиях на вот я там был я с этим познакомился вот это увидел и вот вы рисуете о своей голове во время этого рассказа какие-то образы до истории и вот вам становится тепло на душе то есть вы там не были в этих местах но ту как рассказывает захватывающе интересно человек вы хотите ему внимать вы хотите смотреть на него открытыми глазами вы хотите восхищаться не тупо идти за этим человеком а восхищаться его каким-то талантом до восхищаться каким-то способностям здесь может быть не один конкретный человек да вообще люди то здесь какой-то вот такого знаете импульса не хватает вдохновения через которое вы сможете почувствовать свою собственную ценность и важность то есть этот человек не не то чтобы он как таковой был важен вам да а через него либо рядом с ним вы могли бы почувствовать свою ценность то есть он вам рассказывает ну например как он ездил в какое-то путешествие и потом оброняет знаете так нежно такое такое слово что следующее путешествие я возьму тебя с собой и вот вы начинаете рисовать вот эти вот фантазии да то есть вы уже включаетесь в этот процесс еще ничего не известно вопрос не в том что он вам обещает и вранье не а здесь не про это а здесь про ваше внутреннее состояние что вы включаетесь он вас воодушевляет но здесь человек нужен которые знаете с одной стороны бы вас повел в том направлении вы бы смогли ему довериться но с другой стороны вам нужен человек на которого вы бы смотрели снизу вверх неважно это мужчина или женщина через восхищение через восторгание не про фанатизм на а именно то что меня может воодушевить то что может меня загореть когда я смотрю и говорю я тоже так хочу то есть вот этого я хотела да либо вот этот вот идеал и я тоже его хочу я не имею ввиду личность а то что он презентует как он позиционирует либо какие-то его успехи то есть вот здесь вот про это а если мы говорим про партнера туда такой партнеры причем знаете партнер который с пониманием к вам относится и он прислушивается к вашему мнению то есть понимаете здесь какое-то вот такое это обоюдное состояние с одной стороны вы восхищаетесь этим человеком почему-то мне идет очень красивое телосложение на такое спортивное телосложение красиво то есть вы здесь не 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 похоть не не грязь а именно знаете вот восхищение как природа могла построить так человека да то есть вот вот это вот перекать перекатывание мышц а может быть кто-то занимается спортом и вы смотрите вот это вот рельефное тело и восхищаетесь им какое оно красиво то есть как может красиво создавать природа людей да то есть как все продумано и вот сама идея сама концепция она вас воодушевляет либо здесь конкретно может быть человек с которым вы общаетесь и он прислушивается к вам он интересуется вами понимаете вы чувствуете рядом с ним свою значимость вы не пустое место но и человек может быть спрашивает например куда мы сегодня пойдем туда либо туда то есть он не говорит все вы там встречаемся не в конечном итоге пойдем туда куда я хочу нет а здесь человек интересуется вашим мнением и вы как будто бы это 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 настолько ново для вас на что кто-то может прислушиваться к вам да что для кого-то вы тоже можете быть авторитетом да для кого-то вы тоже можете быть настолько интересны насколько вам интересны другие люди здесь почему-то мне вот такой вот образ человека показали да либо это какая-то ситуация не обязательно на лично фронтит может быть профессионально но вот почему-то мне кажется что вы очень долгое время ждете когда вы сможете ну вот влюбиться либо создать отношения с таким человеком для кого это актуально и поэтому на данном этапе развития вам неизвестно непонятно как вы можете встретить этого человека до что вам нужно сделать ну карты сразу на вопрос что вам нужно сделать вам нужно перевернуть с головы на ноги до себя то есть перестать видеть мир вверх тормашками да с чем это связано с тем что то что перестать возможно в новых отношений которые вы хотите создать именно вкладывать да и и держаться за человека так так как вы это делали ранее то есть вот здесь вот нужно действительно пересмотреть то как вы выстраивали взаимоотношения либо с человеком если это личные отношения либо если это дружеские вообще как вы выстраивали взаимоотношения с человеком здесь как будто бы вы немножко иначе смотрели на вещи, чем они есть на самом деле. На, здесь выпадает смерть. Вот смотрите, смерть говорит о том, что, возможно, отношения, если это личные, они выстраивались на страсти, они выстраивались на сексе. А сейчас вам как будто бы хочется уже такое вот прикосновение, как я сказала, да, прикосновение душами, неприкосновение телами. Это как будто бы тоже будет, но это само собой разумеющееся. Этого опыта у вас было много. А вот именно душевного такого прикосновения у вас как будто бы не было. Вы никогда не имели возможность глубоко погрузиться в другого человека, узнать его цели, узнать его мечты, фантазии, о чем он мечтает, боится. То есть вот этого не было. Было очень много страсти, было очень много секса, было очень много влечения, да. Может быть, даже и похоть была. Может быть, для кого-то здесь было очень много силы, то есть выстраивая отношения, кто сильнее, а поскольку женщина всегда энергетически сильнее, не физически, а энергетически, да, то вы и вели отношения. А здесь вопрос, что вот это вот должно отмереть. Да, почему? Потому что, и когда это отмирает, у вас, естественно, рождается состояние некого присыщения, да, то есть я уже все попробовала, мне неинтересно, хочется такого чистого, вот вам хочется здесь чего-то такого чистого. Да, вам хочется, на самом деле, вот какой-то чистой любви, но при этом уважения, доверия, вот какие-то такие ценности, да, стали для вас важными, и наверняка, отвечая на вопрос, что же вы не видите, видимо, сейчас вы находитесь на этом этапе развития, да, который для вас важен, и пока, быть может, вы не видите, как можно выстроить отношения с человеком, да, либо как получить эти состояния, то есть если у вас, допустим, есть отношения, у вас все окей, в партнерстве, в дружбе, не знаю, в семейной жизни, да, если вы, допустим, замужем, либо женатый, у вас там все хорошо, то здесь речь идет о том, что вам не хватает этих состояний, да, то есть вам не хватает какой-то вот душевности, да, простоты, простоты во всем, ясности, здесь вот идет, с одной стороны, присвещение, не хватает нового ракурса, что ли, что-то, я на ракурс посмотрю на мак, вот не хватает здесь весны, понимаете, не хватает какого-то вот стремления, опять-таки, мы говорим всегда про состояние, я не говорю про ситуацию, не описываю ситуацию, хотя для кого-то может отыграться и так, но вот здесь вот не хватает весны, да, не хватает, здесь образ такой, когда после зимы начинает таять снега, и вот эта вот вода бежит, она может быть нечистая, да, когда тает с гор, причем эта вода, и вот этим вот потоком, да, вот все вместе, ощущение, когда люди соединяются воедино, во имя чего-то, да, то есть, вспоминайте, допустим, как в бывшем союзе, да, в колхозе люди жили для того, чтобы там план пятилетки построить, да, все вместе соберемся, пойдем собирать там хлеб, урожай, да, все вместе для чего? Для того, чтобы наш колхоз выиграл, да, чтобы мы победили, то есть, вот здесь вот ощущение того, что я сопричастна к чему-то большему, то есть, вот этих вот ощущений не хватает, вот это некая весны, когда не я один, а я часть чего-то, и я понимаю, часть чего я, я понимаю, что я должен, должна сделать, да, как вот этого частичка чего-то большего, и мне вот это вот состояние, оно важно, вот об этой весне я говорю, да, здесь такое чувство, вот как будто бы то, что вы строите, да, оно здесь как лестница в рай уложенная, да, с золотом, но если говорить метафорично, здесь вам не хватает какого-то, знаете, смысла, что ли, смысла вот этой вот ценности, да, своего пути, именно своего, то есть, для чего я вообще вот это вот всё делаю, да, для чего вот это вот всё я затеял, то есть, как это, какое это вообще имеет отношение к моей душе, как я смогу развиваюсь, допустим, что-то я делаю, для чего, смысл какой, вот здесь вот, вот это вот перерождение, вот это смысла вам не хватает, ну вот и выпадает у меня красивый прекрасный мужчина блондин для кого акту да то есть кто-то действительно видимо хочет отношениям я же говорю двойки меня перекатила перекатили в тройку здесь как будто бы вы немножко сошли с дистанции и разочаровались маленько до в своем пути потому что ну вот потеряли как будто бы ориентиры потеряли ориентиры до оказались за решеткой до каких-то не знаю может быть суеты может быть бытовой какой-то жизни да что-то вас здесь ограничивает но позитивное всегда в ограничениях заключается в том что для того чтобы если мы говорим в контексте вот именно души да вот понятие смысла для чего только тогда когда вы поставите себя в очень сложную ситуацию в ограничивающую вас ситуацию только тогда под натиском а вот это вот давление со всех сторон тогда у нас включаются наши инстинкты самосохранения которые заставляют нас что-то делать проще говоря кристо восстановление вообще нашего мира свет для того чтобы условно свет то опять-таки для понимания нашего ума для того чтобы познал себя ему пришлось себя сжать то есть обрести некие формы до поставить себя в такие ограничивающие условия в которых нереально было существовать потому что вот этот весь свет огромный да когда он сжимается в очень маленьком таком пространстве да то естественно последует какой-то взрыв до естественно у нас следует какое-то сопротивление не какой-то некий прорыв и вот здесь вот ощущение того что для того чтобы вы совершили прорыв вам необходимо поставить себя в какие-то ограничивающие рамки либо вы уже поставили себя в какие-то ограничивающие рамки когда вот это вот давление на вас она заставит вас совершить некий такой прорыв да и превратиться в нечто иное из того что вы есть на самом деле я несложно объяснила нет потому что здесь очень четко мне показывают эту вот теорию взрыва да именно она подходит к вам вашем случае для познания себя то есть вы себя ограничиваете но на самом деле плюс в этом ограничение заключается в том что вот как будто вы знаете сколько я могу терпеть сколько я могу терпеть и потом взрыв да все я больше не могу терпеть и вот этот взрыв он помогает нам измениться он помогает нам найти те смыслы то есть тогда мы отбрасываем все лишнее и по сути становимся действительно познаем себя да вот здесь вот краски карта у меня такая вышла когда в женщина девочка в руках держит бабочку которая утопает там тонет тонет в воде тонет в своих собственных чувствах да и вот ощущение того что не хватает вот чтобы подсохла высохли эти эмоции до переживания волнения и чтобы бабочка смогла взлететь в краски те ограничения о которых я говорила в данном случае здесь эмоции до совершить прорыв то здесь чувство такое что вот вы должны себя довести до кондиции как говорит мама и потом в дальнейшем на сделать какое-то движение если еще здесь что-то что вам непонятно либо то что вам неизвестно ну и выпадает императрица идеал ну конечно что вам неизвестно вот как раз таки искушение да то есть искушение либо финансами либо развитием либо то как стать вот этим вот совершенством дали бы как приумножить что-то ну то есть здесь либо материальный план до либо здесь идет у нас проверка до проверка силы и проверка материи проверка семьей на становление семьи да но если говорить о более таких земных понятных аспекты то здесь если вы действительно хотите создать настоящую семью ищите себе такого партнера да то вас как раз ки будет и проверять не вот и давать разных других людей где вы сможете ли вы правильно совершить выбор да чтобы создать ту семью которую вы действительно хотите да либо здесь кого-то финансами проверяют деньгами для того чтобы чтобы вы уберете деньги либо вы выберете душевное состояние так вот такая вот у нас была третья позиция я благодарю вас за внимание приглашаю вас на личную консультацию вся информация необходимая в описании к этому видео также есть ссылка на список раскладов которые у меня уже есть на канале да это для тех кто недавно подписался и хотят узнать какие вообще у меня есть расклад и два варианта если бы вы заходите в плейлисты и просматриваете на какие расклады есть либо в описании к любому из моих видео есть список раскладов нажимаете и смотрите перечень до что уже есть а я с вами прощаюсь до среды уже на всем пока пока